Это вторая часть урока, в которой мы продолжаем создавать интро. Сейчас мы займемся его разукрашиванием. Первая часть урока находится по ссылке на экране или по ссылке в описании. Естественно, лучше начать просмотр именно с нее. Теперь в оригинале у автора очень идет сильный контраст в ролике и эффект у него прям все сверкает, светится. Это мы сделаем с помощью стандартного фильтра Glow и с помощью, допустим, есть такой фильтр для перекраски 3 тона. Ну или, например, можно использовать, не помню, как он называется, а у меня его нет, бесплатный фильтр от VideoCopilot. Крамер один из последних, как раз он для перекраски, он его использует в своих тутру, где создает Shockwave, круговые такие волны. Вот, я нашел ссылку на этот плагин. Здесь его можно скачать, он бесплатен. Ссылка в описании. После того, как вы его скачаете и установите, он у нас появится вот в этом месте. То есть, я его не туда применил, а вот сюда его надо применить. Ну и давайте вместо 3 тона. Я хотел его использовать, но будем использовать этот. Значит, смотрим, в оригинале у нас все такое оранжевое, преоранжевое. Ну и мы перекрасим тоже в оранжевое. Сверху Go накинем. Вот эти вот все эффекты строк, их надо, наверное, чуть-чуть сгладить. Ну, допустим, Fast Blur сверху повесим, чтобы они чуть-чуть как бы помягче выглядели. Сейчас все какой-то красноватое получилось. Наверное, вот тут вот я переборщил. Здесь еще Glow, он очень тоже сильно добавляет свой эффект в это дело. Ну, допустим, сделаем вот такие вот параметры и, возможно, отдельно потом докинем Glow на те слои, где нам нужно прям особо яркое свечение. Так же, я думаю, вот этот бум, который я делал взрыв-то, надо его немного сделать поактивней, чтобы он больше разлетался. Для этого увеличим тут вот скорость на... И, я не знаю, прозрачность ему что-ли, чуть-чуть опять прибавить. Я, по-моему, уже это делал. Ну, еще прибавлю, чтобы он более был ядрёный, такой ядрёный. Теперь вот эти вот всякие стреки, ну, то, что по-русски я называю соплями, мы на них еще один Glow повесим отдельный, который будет очень ядовитым. И придаст им широкую форму такую. Ну, это уже, конечно, на вкус, на цвет. Так, а еще что-то у нас сразу после вспышки какая-то... Какая-то шиняга тут светится. Я вот это вот не понял. Какое-то кольцо тут светящееся, что ли. Сейчас что-нибудь придумаем. Пока вот заметил, забыл я. Сверху у него, вот когда вся эта вспышка начинается, вот эти вот лучи света, чтобы их сделать, опять же, создадим, ну, допустим, adjustment. И кинем на него Radial Fast Blur. Как раз вот в этот момент частиц он у нас будет расти. Или, возможно, его применить стоит непосредственно к тому эффекту, на который мы накладывали. И, кстати, можно его заменить на троп-кодовский, гораздо более интересный shine-эффект. Он интересен тем, что, может, ну, такой более контролируемый, и у него есть эффект такой шиммер, который, вот вы видите, лучи, они как бы неравномерные, а их можно еще усилить, вот, до такого состояния они еще будут при этом анимироваться. Ну, такая вспышка света, достаточно интересно получится. И эти лучи можно настраивать у них в длину, там, яркость. В общем, они гораздо интереснее, чем стандартные. Ну, понятное дело, стандартные всегда немного галимые, чтобы мы тратили бабки за всякий посторонний софт. Теперь вот эта вот фигня, она у нас должна существовать сразу после вспышки. То есть из этого белого фона она уже должна быть на экране. Ну, и тут немножко можно подправить. Сейчас мы найдем тот параметр, который за нее отвечает. Ну, то есть вот таким вот образом я сделал. Получается, что вот эта вот спираль, которая заходит сюда, как бы после вспышки, она продолжается и вот в этом месте уходит в бок. Естественно, если вам нужно больше этих штук, у вас, например, какие-то интересные там круглые всякие и прочие из центра восходящие формы, вы можете все это дело подправить, нарисовать этих строк сколько угодно. Там маску у нее раз, и она уже там, грубо говоря, в другое место полетела. Ну-ка. Ну-ка. Из вот этого яркого места, допустим, выходила. Ну, я сейчас не буду особо загоняться. Время тратить на не ваше, не свое. Драгоценное. Кстати, если вам маска вот мешает, эта кнопка ее выключает, чтобы она не отображалась. Теперь вот какой момент я опустил. Когда мы shine назначали, он у нас основной слой заменил на эти вспышки. В итоге мы саму вот эту вот волну потеряли. Чтобы ее вернуть, нам нужно режим наложения на screen. И в итоге у нас будет вот такая вот штука. Теперь мне вот у планеты не понравилось, что у меня какая-то она лысая получалась. Я немножко glow добавил, который ее чуть-чуть подсвечивает. Делает у нее верхушку более яркой такой, более выраженной получается. Вот результат сами видите. В самом начале, в центре ролика мы вот видим вот это вот, ну не знаю, кольцо, не знаю, что это у нее тут такое. Какая-то непонятная структура. И, естественно, ее тоже надо как бы воссоздать, потому что центр в моем варианте он пустой. Я так думаю, он там опять же брал какой-нибудь вот этот вот строк. И, возможно, он его как-то хитро тут закрутил. Непонятно. В кольцо, возможно, или что-то вот наподобие. Я сейчас постараюсь, ну, что-то такое изобразить тоже. Как бы фишка в том, что у меня должна эта штука, она по кольцу ходить. Вот таким вот образом. И я ее даже, думаю, сделать немножко другой формы. Получается, она у меня вот такой формы. Теперь нужно проанимировать offset. Ну, здесь можно тупо вообще написать выражение, чтобы он всегда поворачивался и не париться уже. Главное, скорость подобрать. Ну, это я вам слишком быстро. Здесь какая-то непонятная штука происходит. Я ее даже продублирую. И, возможно, в анимации, в этой своей формуле, добавлю к ней вот такое вот изменение. и в итоге теперь я смогу вот этой штукой изменять ее положение, чтобы они как бы друг напротив друга были все время. Ну, давайте посмотрим, что получается. Я сам не знаю. Наверное, размер у них увеличим. Размер увеличим. И фазбур опять фазбур нас пасет. Какой-то странный эффект получился у меня. Он подмигивает. И, наверное, его надо будет немножко пересмотреть его параметры. Сейчас я этим займусь и потом покажу вам уже результат. Я думаю, в принципе, вы поняли. По пути просто двигается какая-то какая-то штука. И она там светится. Ну, в общем, вот. Я начал с нуля. Удалил строк. Создал новый. Тут, в принципе, все осталось так же кроме пары моментов. Как вы видите, это же опять же сопля по кругу ходит в что-то там. Ну, такой эффект переливания какой-то создается непонятное размытие. Глоу. Сверху я единственное на него шайн повесил. То есть, опять же, создаются эти вот лучи. Продублировал. В итоге получается ну, какая-то вот такая непонятная свечащаяся штука. Ну, и в целом она выглядит каким-то вот таким вот образом в начале ролика. Единственное, что, конечно, я бы сделал сюда все-таки какой-нибудь Optical Flare линзовый эффект в серединку повесил. Потому что там лучики вот эти вот стреки. он бы все это добавил. Это смотрелось бы гораздо интереснее. А для этого нам понадобится, конечно же, Solid. Сразу его называем. Кидаем его наверх. Возможно, на самый верх. Вот сюда я, по-моему, ничего не применял на этот аджесмент, поэтому его мы удаляем. Здесь у нас основные цветовые настройки. Применяем эффект и прям там какой-нибудь сейчас пресет возьмем. Непонятно. У нас в центре, поэтому ну, допустим, что-нибудь вот такое. Режим наложения Screen переносим сюда. Возможно, повернем его. обычно после него еще неплохо кривые кидать, потому что у него там много всяких засветок, которые слишком широкие. Кривым немножко их прижимаем. Ну, и видите, сами цвет немножко не соответствует. С другой стороны, это как бы вносит немножко другой оттенок в композицию, кроме оранжевого. Что-нибудь осторожненько красненько так добавим. И еще, допустим, мне не нравится, что сердцевина такая яркая. Можно применить вот такой есть фильтр, который рисует просто круг. Его вот в этом режиме можно использовать как простую маску. Что я сейчас и собираюсь сделать. это нет, этот фильтр эффект не нравится. Какой-нибудь может вот такой обычный, не знаю. Вернуть у него вращение и просто сделать ему, допустим, ну пусть он яркости теряет со временем. Допустим, до какой-нибудь до 50, допустим, и так и остается там. То есть, видите, от него какие-то там лучи, что-то еще, какая-то големотер получается на экране. Некоторые безума таких штук. Давайте посмотрим, что получается. ну вот на данном этапе получается такая вот штука. Сюда можно еще добавить одну вещь, которая у него делается. Создаем новый корректирующий слой эффект применим transform и у него просто сделаем вот до этого места изменяем масштаб. То есть, по умолчанию 100, в нем мы остановимся. Начнем мы с, допустим, 120. Это создаст легкий эффект панорамирования. Короче, типа наезда камеры панорамирования. Вот, видите, что чуть-чуть это двигается все дело. Можно даже 130, особо много тут не надо, потому что начнут пиксели лезть. тут все размыто, поэтому это не особо имеет значение. Кривую можно как-нибудь тут интересно настроить движение этой камеры. Вот, это чуть-чуть тоже сделает картинку более интересной для глаз. Ну, вот, таким образом. так, на этом я с логотипом останавливаюсь и перехожу к другой части. Кстати, я еще забыл добавить, что я по умолчанию у меня вот этот вот край получился такой немножко не светящийся, поэтому я этот слой продублировал просто с маской, отрезал у него половину и в режиме сложения добавил, то есть вот этот край подсветил немного, чтобы он тоже был таким светящимся. Так, на этом я с этой штукой заканчиваю. Осталось у нас только последний ход рассмотреть вот эти вот штуки. Ну, вы, наверное, уже догадались, что это опять же простые строки, движущиеся по экрану и на них эффект shine наложен. Сейчас я покажу, как это делать. Будем делать это естественно в новой композиции, потому что это так называемый транзитишн и они как бы появляются, исчезают, занимают они от секунды до двух. Основное назначение скрывать стыки между кадрами, потому что они в какой-то момент времени полностью заполняют собой экран. Делаем черный solid, применяем к нему строки и сразу троп-код shine вешаем. выключим. Рисуем какую-нибудь дурацкую маску с такими изгибами. По ней будет shine двигаться. Включаем у него вот этот режим, когда края становятся тонкими. также fast blur нам понадобится, чтобы загладить все это дело. По умолчанию у них там есть конечно вот это размытие, но как-то не всегда делает то, что нужно. Потом shine вешаем, у него шиммер увеличиваем. Теперь вы видите, что пока эта штука движется по экрану, естественно, мы ее должны проанимировать. Пока эта штука движется по экрану, у нее лучи света такие присутствуют. И если мы несколько штук наложим с разными масками, получаются будут разные интересные эффекты. Естественно, не забываем то, что они в каком-то режиме наложения, чтобы они друг на друга накидывались. Как я говорил, тут важно допустим, чуть-чуть подвинем во времени, чтобы один эффект какой-то он как бы вылетал с экрана. Допустим, мы его сделаем вот так вот, вот так вот и вот так. Он будет вылетать и вот в этом месте мы ему сделаем очень большую ширину и у шайна тоже возможно придется нам как-то задвинуть, чтобы вот он, во-первых, быстрый должен быть и, во-вторых, он в этот момент времени должен заполнить весь экран белым. Ну, в принципе, это не обязательно делать, просто это должно по идее закрыть стык, мне, в общем-то, он не нужен, потому что все на черном фоне, там не видно, с черного начинается, ну, то есть, вот какая-то такая белиберда на экране происходит, можно тут что-нибудь со временем поиграться тоже сделать подлиннее, ну, то есть, видите, какие-то такие сопли по экрану ползают, в принципе, нормально, назовем это так, чтобы было понятно, и по идее нам уже нужно все это в отдельной композиции собирать, то есть, у нас есть начало, есть начало, к нему мы сверху вот этот транзитишн вешаем, что-то у нас транзитишн длинный какой-то, я все вроде две секунды делал, масштаб масштаб композиции 40 секунд длина, вернее, и получается, что вот этот мы оригинальный во-первых слой, мы ему гвид назначим, чтобы он никогда не рендерился, случайным даже образом, теперь, если мы в майне будем видеть нашу композицию, вспышка, 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 и вот тут допустим, все это исчезает, тут я пускаю вот эти вот штуки, вот по идее, видите, вот в этот момент времени, если я ее сделаю, допустим, какой-нибудь тут белый слой, добавлю, режим наложения ДТ, прозрачно сделаем максимум, 100, а двумя кадрами, тремя ранее, сделаем ее 0, и, соответственно, здесь вот тоже она будет выглядеть таким вот образом, получается вот такая засветка, которая, вот здесь вот композицию можно обрезать с логотипом, и дальше пойдет другая, пусть они как бы друг на друга наслаиваются, и стыка не видно, замаскировали мы его, так, теперь мы переходим к последней части этого ролика, собственно, вот проект вот именно вот этого огня и букв вы можете скачать по ссылке, которая в описании к этому ролику, не к моему ролику, а к тому ролику, который вот это демонстрирует от автора, у него там проект есть, вы можете его скачать и, в принципе, с ним разобраться, я сейчас покажу по-быстрому, как такое сделать, но вы можете уже готовый пресс использовать, он, вот этот огонь, это является футажем, например, у того же самого Энди Крамера есть такой вот набор Action Essential, тут всякие взрывы, ну, сами видите, можете посмотреть, огненные эффекты, дым, мне даже вот, видите, превьюшка, которая очень похожа на то, что автор использует, там всякие огненные эффекты, и вообще этих футажей огня очень много, найти их, я думаю, не составляет проблема, они платные, бесплатные и какие угодно, вот, автор использует как раз такое видео, ну, вот, собственно говоря, тут просто пылающее пламя, он добавил на него сверху вспышек, частицы и, как бы, смотрится немножко уже по-другому, у него тут еще есть эффект вот этой вот фигни, это тоже у него отдельно прорендеренные, похоже, она была сделана в какой-нибудь программе трехмерного моделирования с использованием плагина FMFX, Phoenix, 3D Maxi или Turbulence FD для Cinema, у меня вот на канале, на который вы, конечно же, можете подписаться, есть, вот, по Turbulence FD небольшой обзорчик, и еще я экспериментировал с огнем, вот, с помощью партикуляра, вот, можно сделать это подобным образом, но, конечно же, чтобы получить там нормально, такое красивое качество, просчитывать это на компьютере потребуется и долго возиться, и считаться будет очень долго, но, в принципе, если кому-то есть желание, можете осваивать это плагины, тема достаточно такая, сложная, все эти симуляции, с первого раза, конечно, у вас ничего хорошего не получится, даже не рассчитывайте, поэтому, с нуля, вот, сделать такой классный эффект, как у парня в футаже, используется вот это пламя, куча деталей, большая площадь, это будет очень сложно, так что, с нуля, можете даже не сгоняться, хотя, вот, такую вот соплю, которая у него пробегает по экрану, сделать вполне реально, ну, достаточно быстро это получится, с футажем работать гораздо, естественно, проще с готовой картинкой, ну, вот он и перетащил, грубо говоря, создается несколько каких-нибудь вспышек по краям, которые, ну, придают такую некую загадочную атмосферу всему этому действу, ну и, допустим, можно также какой-нибудь градиент создать, опять же, в After Effects есть для этого инструменты, какой-нибудь тоже темно-оранжевый фон, уже картинка смотрится не так пусто, что-то тут появилось, вот, еще у него там используются частицы, он использовал встроенные частицы, которые с After Effects идут, они не очень крутые, поэтому им никто не пользуется, как, в принципе, и тем эффектом, который все вот эти вот блики создает. В партикуляре можно очень просто такие штуки создать, нам понадобится, грубо говоря, эмиттер, который испускает частицы в одном направлении, направление у них вверх, теперь главное его угадать, ну, то есть, вот таким образом у них бокс из бокса, то есть, настраиваем размеры бокса, отпускаем его, частицы вот летят вверх, мы у них, конечно же, рандома добавляем, время жизни частиц надо увеличивать, чтобы они не крайне были по полной, но слишком медленно, опять медленно, ну, здесь, конечно, дело вкуса, каждый для себя сам должен определить, насколько все это должно быстро лететь по экрану, в итоге получается вот такая вот штука, время жизни я у них сейчас обрежу, чтобы они только за экраном, нечего лишние частицы, чтобы они в памяти висели, теперь размер мы опять же делаем, допустим, размер изменяется за жизнь частицы вот таким вот образом, чтобы они плавно появлялись и где-то плавно исчезали, чтобы на экране никакого перемигания не было, и цвет, который изменяется, вот опять же, тут можно рандома добавлять, кругом рандом, 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 вот, рандома всегда круто, также добавим значит, motion blur к ним, motion blur у нас добавляется вот тут так, включаем вот так вот, небольшие штучки и яркость у них вернем так, теперь цвет частиц ищем где-то тут, задаем им оранжевый и более такой оранжевый ну и вот получается, что частицы у нас чтобы вот в начале паузы не было, когда частицы только-только рождаются, мы вот здесь такой параметр специальный преран, то есть он как бы делает таким образом, что частицы как будто всегда уже на экране присутствуют, ну и естественно возвращаем все режим вложения такой, что тут допустим можно еще крутить, сделаем их более видимыми и у нас получается вот такая вот штука с какими-то там летящими частицами, теперь добавим сюда текста, делается он просто добавляйте текст на него можно повесить генератор шума Fractal Noise он называется, сейчас я его найду да, вот он и он создает такие вот штуки то есть там типа дыма пламени можно соответственно вот это все дело проанимировать будто они тоже поднимаются там куда-то вверх и Evolution параметр который как бы тоже придает им анимацию его можно тоже проанимировать или с помощью выражения или с помощью ключей это не важно суть то одна ну и получается что видите что по тексту там тоже что-то движет если например скорость недостаточно можно еще все это дело ускорить ускорить вот таким образом ну и опять же рамп сделать все это вот таким вот образом а у рамп цвета поменять соответственно тоже на какие-нибудь кровавые красно-желтые огненные вот а еще можно на этот текст беверл какой-нибудь у нас там есть альфа бевел альфа ну то есть придаст огню вернее буквам объемность такой псевдо объемность как в фотошопе можно кстати использовать для слоя и слои которые в фотошопе если с фотошопом знакомы вот эти вот стили они в принципе тоже можно здесь применить ну собственно вот и текст таким образом это выглядит естественно вы добавляете для появления текста какие-то моменты типа масштаба допустим в начале масштаб 0 через 1 2 3 4 5 6 7 7 10 кадров допустим масштаб 100 получается что текст как бы вылетает чтобы как-то это замаскировать мы опять же создаем вспышку короткую вспышку которая будет как бы маскировать сам текст анимируем у нее параметры получается что допустим в какой-то момент времени у нас вспышки нету через несколько кадров вспышка становится большой потом она сходит опять же на нет то есть исчезает а уже тут где-то вылетает текст у него еще в оригинале текст видите он не только он вылетает с другой стороны то есть это по принципу по такому принципу он сделан размер увеличиваем текста и допустим вот так вот он уезжает ну и возможно прозрачность у него тоже естественно стоит чтобы он не так грубо появлялся на экране походу я отменил ну да значит создаем ключ в начале для масштаба в конце масштаб у него стандартный вот этот вот ключ он будет изменять обе оба числа пропорционально друг дружке ну и положение допустим поменяем тоже потому что у меня оно в начале чуть-чуть я его сдвинул вниз теперь надо вверх я не любитель таких эффектов поэтому просто показываю какой принцип а там уже сами смотрите чтобы гладенько все это было можно включить motion blur для текста он начнет просчитываться и я также думаю что обычно такие вещи делают на графике вот таким вот образом чтобы эти места были плавные а в начале наоборот было резкое движение так более органично смотрится тут мне кажется я все-таки загнался поэтому вот остановимся на таком варианте допустим еще он у него конечно вот эти прессиста огня есть поэтому он их сверху ревел вот этот вот свой накидывает то есть он просто его подтекст подгоняет и все в режиме наложения допустим скрин и получается что текст вот как-то так вот загорается ну еще у него сзади мне тут не очень нравится у него сзади еще там еще один одну копию по-моему какого-то огненного слоя и чисто по маске его обрезает вот эти вот огоньки второстепенные и просто по маске он их сзади текста допустим вот у нас слой с огнем мы у него маской верхушки отрежем и если мы теперь его кинем под текст конечно во времени надо будет сдвинуть чтобы как-то по-другому немного смотрелось и что-то он совсем пропал над маску надо подвинуть вниз ну то есть я думаю принцип-то вы поняли уже подгоняем все под текст и под размеры я что-то не сгоняюсь потому что я же говорю есть у вас проект всегда вы можете в любой момент его скачать и сами посмотреть как автор что там делал ну вот и получается собственно окон который там сзади от букв начинает гореть собственно таким вот образом все это делается давайте теперь чисто ради интересов посмотрим на сам проект ну собственно как видите вот и сам проект вот у него отдельные частицы отдельно огонь с вылетающий текст там вот эти области которые горят только у текста вспышки и все такое так что проект в общем-то достаточно простой просто он ногу с этим огнем парился у него тут все подгонял он подгонял небольшая поправка я немного запутался в футажах которые он использовал в проекте но в принципе вы видите что у него есть огонь который он использовал для задника такое большое красивое пламя для текста он использовал другой футаж где огонь горит ну сам видите он более равномерный и для текста для таких прямоугольных форм вытянутых он гораздо больше подходит чем вот этот вот который с преобладанием в середине ну и еще у него кроме вот этой вот не очень красивой штуки также использовался вот такой вот футаж появление огня вот эти два нижних мне кажется они по-любому сгенерированы такие вещи сделать даже не очень сложно но для этого нужен какой-нибудь плагин для генерации огня в трехмерном редакторе в мае кстати он встроен а вот два верхних они выглядят получше и являются футажами ну как я говорил уже сделать такие в каком-нибудь трехмерном редакторе в общем-то тоже не проблема но понадобится гораздо больше времени проще найти уже готово на этом я заканчиваю могу порекомендовать еще вот у меня есть видео в котором я создавал фанатское интро для игры баттлфилда ну не для игры баттлфилда а просто по смыслу старался как можно ближе придерживаться стилистики оригинала можете тоже посмотреть все необходимые ссылки будут в описании к видео на ютубе смотрите ну не забудьте поставить лайк конечно этому видео если вам понравилось и оно было для вас полезным подписаться на канал до встречи субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok